Доброго здоровьи, мои уважаемые посетители канала. Канал продолжает работу в школу, продолжает работу в школу здорового образа жизни. И не просто школа здорового образа жизни, а школа углубленного изучения здорового образа жизни, чтобы вы понимали, что, что и как. Итак, мы с вами добрались до микроэлементов. Сейчас я уже заканчиваю главу о микроэлементах. Буквально через день-два она появится на спонсорской подписке. А пока я выставляю вам на ознакомление отрывок о микроэлементе железа. О его роли в организме человека. И, кстати, вы можете в связи с этим посмотреть про малокровие, как с помощью свеклы и яблочного сока можно восполнить дефицит железа в организме. О чем поведала генералова Нинелли Ивановна, которая, будучи донором в течение 50 лет, сдавала кровь и занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как человек, сдавший больше всего крови. Что-то вроде как 300 литров. Итак, ознакомьтесь и все, кто желает пройти курс обучения в школе здорового образа жизни, на спонсорскую подписку. Я там все подробно объясняю. Приятного прослушивания и с пользой воспользоваться данной информацией. Доброго здоровья, Геннадий Петрович. Папа, поздравляю тебя с 23 февраля. Знаю, что ты самый лучший папа на свете. Желаю, чтобы ты всегда оставался таким же добрым, жизнерадостным, чтобы все твои творческие планы осуществились. И спасибо тебе большое за твои знания и за твои советы, благодаря которым я уже долгое время не знаю, что значит болеть. Железо. В организме человека содержится около 5 граммов железа, которое распределено крайне неравномерно. Выделяются три депо железа. Первое. До 80% общего количества железа содержится в гемоглобине крови. Второе. Железо входит в состав клеточного миоглобина. Это дыхательный пигмент мышц в печени и селезенке, где идет непрерывный процесс разрушения старых эритроцитов и вымывания из них железа гемоглобина. Третье. Кроме вышеуказанных депо, с относительно постоянным запасом железа имеется расходный запас на все экстренные случаи. Это железо, ферритин, крупная молекула белка, которая либо связывает железо при его избитке, либо отдает тканям при его дефиците. Вот что такое ферритин. Биохимическое значение. Железо выполняет в организме одну из самых важных функций. Обеспечивает процесс дыхания. Железо входит в состав дыхательных пигментов, в том числе гемоглобина и миоглобина. Участвует в процессах связывания и переноса кислорода к тканям и углекислоты от тканей к легким. Стимулирует функцию кровотворных органов. Железо входит в состав многих ферментов и белков, контролирующих обмен холестерина, обезвреживание ядовитых веществ печенью, кровотворение, синтез ДНК, качество иммунного ответа на вирусную или бактериальную инфекцию, окислительно-восстановительные реакции, энергетический обмен клеток, реакции, образование свободных радикалов в тканях организма. На сегодня известно, что железо жизненно необходимо. Этот микроэлемент необходим для того, чтобы клетки нашего организма получали в достаточном количестве кислород. Как элемент красного кровяного вещества гемоглобина, железо переносит кислород из легких во все ткани и органы. Молекула гемоглобина состоит из белкового вещества глобина и гема, вещества, содержащие железо. Гемоглобин – это пигмент в красных кровяных тельцах, окрашивающий кровь в красный цвет. Новейшие исследования показали, что железо крайне необходимо для оптимального развития головного мозга. Дефицит железа и здоровья. Железодефицитное состояние встречается чрезвычайно часто среди всего населения земного шара. Раньше железные прутья настаивали на красном вине или ржавые гвозди вдавливались в спелые яблоки. Это медицинские советы наших предков для поднятия пациентов на ноги страдающих малокрови. Из этого видно, что зависимость между работоспособностью организма и железом предполагалась уже давно. Анемия признана одной из ведущих проблем мирового здравоохранения, затрагивающих преимущества наиболее уязвимую часть населения – женщин, способных к деторождению и детей ранних лет жизни. Согласно анализу результатов эпидемиологических исследований Всемирной организации здоровья в 1998 году в мире более половины населения – это 3,85 миллиарда страдающих железодефицитной анемией. Признаком нехватки железа могут быть усталость, бледный внешний вид, сухая кожа, усиленное выпадение волос, ломкие ногти, плохая концентрация, трещинки на краях губ, отсутствие аппетита. И если ничего не предпринимать, то появляются сложности с дыханием во время физической нагрузки, так как клетки мускулатуры потребляют во время нагрузки больше кислорода. Возникает головокружение, так как мозг недостаточно обеспечивается кислородом. Усиленное сердцебиение сердце вынуждено работать больше, чтобы транспортировать достаточно кислорода в клетки организма. Итак, дефицит железа в организме характеризуется различной симптоматикой. Анемия, то есть малокровие, извращениями в питании, дети, например, могут пытаться есть мел, песок, почву, высокой утомляемостью, ухудшением способности к обучению, повышенной зябкостью вследствие снижения температуры тела, снижением физической и умственной работоспособности из-за мышечной слабости и потери выносливости, понижением функции щитовидной железы, деформации ногтей, изменением характера поверхности, языка и вкусовых ощущений, неврологическими расстройствами, появлением вспыльчивости, неуравновешенность характера, плаксивость, неясных, мигрирующих болей по всему телу. Чаще всего дефицит железа отмечается в следующих случаях. При неправильном питании, особенно при избытке мучной пищи, в которой нет микроэлементов, при наличии в организме паразитов, глистов, патогенных микробов, вирусов, грибков, у недоношенных детей и детей, находящихся на искусственном вскармливании, у быстрорастущих детей, у женщин детородного периода, у них неправильное питание, не может обеспечить кровопотери при месячных, в связи с чем и развивается анемия. У девочек в подростковом возрасте, у пожилых людей и у больных, подверженных хроническим кровопотерям, это желудочно-кишечные кровотечения, затяжные или обильные месячные, геморрой и так далее. Суточная потребность от 10 до 18 мг. При этом у пожилых людей отмечается уменьшение потребления, а у детей поступление железа повышается с возрастом и зависит от объема потребляемой пищи. Пища – основной источник железа. Содержание железа в питьевой воде ничтожно мало. В пищевых продуктах железо содержится в форме различных комплексов. В растительных продуктах это непрочные комплексы с органическими кислотами, углеводами и растительными белками. В животных продуктах железо входит в состав гемоглобина крови и миоглобина мышц. Ферритина – это белковый комплекс, запасающий железо организма. Гемосидерина печени и селезенки – это железо, перерабатывающий белок. При обычном, то есть при обладании вареной и рафинированной пищи, рационе питания, происходит усвоение 3% железа, содержащегося в пище. Имеются существенные половые и возрастные различия в усвояемости железа. Известно, что у женщин железо из пищи всасывается в 4 раза больше, чем у мужчин. У детей до 1 года усваивается до 70% железа пищи, у детей до 10 лет – 10%, у взрослых – 3%, а у пожилых – еще меньше. Некоторые компоненты пищи способны существенно влиять на качество усвоения железа организма. Способствуют всасыванию железа из кишечника, кальций, алкоголь, соляная кислота – это компонент желудочного сока. Некоторые аминокислоты, такие как цистеин, метионин. Белки животного происхождения также способствуют всасыванию железа. Прибавлении всего 50 граммов мяса к овощам усиливало усвояемость овощного железа в 2 раза, а при добавлении 100 граммов рыбы – в 3 раза и возрастало в 5 раз при дополнительном введении фруктов, богатых аскорбиновой кислотой. Затрудняет всасывание железа фосфор, фетин, пониженная кислотность. Употребление чая приводит к отчетливому уменьшению всасывания железа из хлеба, смешанной пищи и мяса. В основе этого лежит связывание железа из пищи танином чая. Танины обуславливают вяжущий эффект с формированием нерастворимого комплекса железа танин. Железо мяса всасывается на 40-50%, а железо рыбы только на 10%. Наиболее легко всасывается железо печени животных. Интересен тот факт, что всасываемость железа в кишечнике не зависит от количества содержания железа в пище. Человек теряет железо различными путями. С мочой теряется незначительно час, только 1% суточной потери. На долю тонкого кишечника, где идет быстрое слущивание и восстановление клеток, приходится до 90% общих потерь железа, 5% с отмирающими эпителиальными клетками, 85% с калом. Потери железа происходят в менструальный период у женщин до 5-8%. Кроме того, потери железа в небольших количествах происходят при слущивании эпители кожи с ногтями, волосами, потом. В организме человека железо совершает постоянный кругооборот. Разрушаясь в печени и селезенке, старые эритроциты отдают до 25 мг железа в сутки, из которых 90% всасывается назад и утилизируется при рождении новых, молодых эритроцитов. А лишь 10% теряется и пополняется за счет пищи. Пищевые источники железа высоким содержанием железа характеризуются фасоль, овсянка и гречневые крупы, зелень петрушки, белокочанная капуста, сушеные фрукты, абрикосы, груши, яблоки, говяжья печень, меди, грибы, какаво, сезам, тимьян, яичный желток. Однако, наиболее лучшим и удобным поставщиком железа в организм является сырая сахарная свекла. Ее лучше употреблять в виде свежевыжатого сока свеклы и яблок. Столовая ложка свеклы на стакан свежевыжатого яблочного сока. Сам сок получается вкусным и за 2-4 дня восстанавливает гемоглобин. Естественно, если нету больших потерь. Это уже проверено мной неоднократно. Ухудшают всасывание железа следующие продукты. Молоко, сыр, яйца, чай, кофе, шпинат, отруби, цельнозерновой хлеб, но не хлеб из проросшего зерна, потому что он ближе к зеленому растению, а не к рахмалистому. Искусственные препараты железа плохо усваиваются, могут накапливаться в организме и токсично. То есть, неиспользование их приводит к тому, что создаются некие запасы этого железа, которые начинают обеспечивать токсический эффект на организм. Рекомендуемые нормы потребления железа с пищей для мужчин 10 мг, для женщин 15 мг, так как оно плохо усваивается, обычно на уровне 10-20%. На лучшее всасывание железа достигается при одновременном приеме с железосодержащей пищей, зеленых овощей, богатых естественным витамином С. 2. Субтитры создавал DimaTorzok